Так, ну что же, думаю, можем начинать. Еще раз всем добрый день, коллеги, приветствую. Очень рад всех сегодня увидеть виртуально. На самом деле, восхищение. Я вот утром, когда шел на выступление, собственно, задумался немного на эту тему и понял, что восхищен людьми, которые в субботу утром готовы что-то слушать на профессиональную тему. Постараюсь быть минимально занудным и максимально интересным, как это в процессе обсуждения возможных тем и выбора. Стало понятно, что вот этот сегодняшний доклад будет такой достаточно обзорно, исторически и, собственно, по текущему состоянию в методах, моделях и подходах к управлению работой. Собственно, я об этом и расскажу. При этом, ну, собственно, цель основная, наверное, немного, как это, при раскрыть завесу существующего, рассказать исторически, так, скорее, совсем немного. Это поможет лучше подвести, по сути, к тому, где мы сейчас и, в общем-то, в каком направлении мы развиваемся. Вполне могу предположить, что, опять же, не было целью как-то всеобъемлящие вообще все рассказать. Я расскажу о каких-то самых, с моей точки зрения, основных главных направлениях, ну, интересах. При этом вполне предполагаю, что у вас могут быть вопросы, которые как-то явно не связаны с тем, о чем я говорю. Это абсолютно нормально. Конечно же, буду им очень рад. Поэтому, в принципе, точнее, большой кусок готов отведен на вопросы, поэтому собирайте их. Будем к одному из прошлых выступлений так получилось, что удалось немного как-то подумать, порефлексировать относительно развития всего этого сообщества гибкой разработки, всей этой движухи вокруг этого за последние 15 лет. Ну, вот, примерно, собственно, в наших широтах вообще вся эта тема стала зарождаться, как мне кажется, в 2005-2006 году, в 2007, вот, ну, это вот, собственно, там, Agile в целом, ну, и там, Scrum в частности. В каких-то там, в 2007-2008 уже, собственно, появились там первые сертификационные классы, ну, и, собственно, понеслась машина, подгоняемая, собственно, этим движением. Опять же, мы можем по-разному к этому относиться, но надо признать должность, что за годы развития вот этот вот весь сертификационный движ повлиял достаточно серьезно на, ну, как бы, развитие иногда, ну, какие-то там первые шаги для очень многих, так или иначе с этим связаны. Собственно, канбан, как таковое, собственно, слово, конечно, там, в эти годы, наверное, появлялась, скорее, там, точечно в выступлениях практиков и активистов. Более, ну, какое-то широкое распространение у нас, он, наверное, стал получать, там, я не знаю, в начале уже второго десятилетия, то есть 11-й, 12-й, уже там с 14-го я читал, собственно, сертификационные классы, потом подтянулись и другие. Опять, название достаточно обманчиво. Наверняка многие из вас знают, слышали, видели про целый набор опросников, так называемых, там, State of что-то, там, самый популярный, наверное, Version 1, который уже не Version 1, State of Agile, которому уже 20 выпусков прошло. И, собственно, на фоне этого, на фоне этого появились и другие, там, State of DevOps и т.д. и т.п. И точно так же появился, если я не ошибаюсь, в этом году, собственно, вышел первый State of Kanban опросник. Все эти опросники, как по мне, достаточно интересны, как бы так помягче сказать. Подход к организации вызывает умиление, поскольку, ну, там, аналогия, которая мне приходит в голову, она примерно как, давайте на выходе из стадиона после футбольного матча будем, значит, случайным образом отберем 20 человек из всей толпы, которая выходит, и спросим, какой у них любимый спорт, и на основании этого будем делать выводы, значит, про любимый спорт. Потому что примерно так реализуют, во-первых, и количество опрашиваемых, и, собственно, качество их выборки. Но при этом, в принципе, оттуда можно вытащить, если аккуратно подходить к сбору данных, в принципе, интересные данные оттуда тоже можно вытащить. И, ну, несмотря на то, что отчет этот называется, который, собственно, канбановский State of Kanban, точно так же, как и мой доклад, доклад вообще совершенно не про этот отчет. Я подумал, что будет это противоречие, имеет смысл, собственно, начать говорить. О чем же, собственно, доклад? Опять, доклад немного про историю, о том, как эти подходы развивались, и снова, куда они попали сегодня. Ну, и, собственно, если говорить про историю, то, как бы, очевидно, что мы не можем обойти внимание, там, собственно, истоки, откуда все пришло, Toyota Production System, то самое чудо середины прошлого века, которое, как только, значит, ну, и, собственно, как это, just-in-time системы, бережливое производство, оно же Lean Manufacturing, все прямо явно связано. Как только их заметили, и заметили, как бы, эффективность работы, стали, понятно, активно изучать западные консультанты, ну, и, собственно, благодаря им, скорее, пошли, ну, как бы, пошло распространение. Что следует сказать важного относительно, собственно, канбана, условно, оттуда и канбана, о котором, ну, там, которым в основном я занимаюсь и который применяется широко там вокруг нас в нашей индустрии сейчас. Опять же, многие идеи, подходы и концепции при этом же следует понимать, очевидно, что это производство, потоковое производство и, ну, как бы, соответствующие специфики. Даже не почти, а вся последующая часть доклада сегодня, там, последующий весь инструментарий, о котором будет идти речь, по большому счету, это какая-то переосмысление, адаптация этих идей, применима к умственному творческому труду, а, соответственно, а не потоковому производству. Несмотря на то, что какие-то общие подходы, концепции могут быть похожи, некоторые вообще прям выглядят совсем одинаково, специфика, во-первых, и применение, и уж тем более построение систем совершенно точно отличается, поскольку характер работы отличается, и, собственно, давайте это быстро проиллюстрирую. Смотрите, в производстве, например, вариативность – это зло. Ну, то есть, другими словами, чем более, я не знаю, неважно, что мы делаем, допустим, у нас кирпичный заводик небольшой, чем более одинаковыми мы сможем кирпичи из этого заводика выпускать, тем лучше для нас, тем эффективней, с нашей точки зрения, процесс, там меньше мы будем тратить всевозможные переработки. Если речь о холодильниках – то же самое. Если речь о автомобилях – собственно, то же самое. В творческом умственной работе по определению у вас вариативность – это часть природы того, что мы делаем. У вас все, что проходит через систему, вся работа, которая проходит через систему, которую мы должны реализовать, она по определению разная. Поскольку если она одинаковая, то мы просто Ctrl-C, Ctrl-V и копируем результаты, собственно, все готово. Она разная по своей природе, соответственно, нам с этой вариативностью нужно жить, нам нужно строить систему, учитывая ее, ну, и оптимизировать систему, учитывая ее. И, как бы, кажется, разница невелика, на самом деле она не так мала. И я бы сказал, что, наверное, одни из первых, кто активно занимался популяризацией и адаптацией идей бережливого производства к разработке, к творческому устранному труду, были поприндики. Вот, собственно, вы их видите. Мэри и Том, ну, прямо скажем, наверное, там, ладно, не буду, в общем, поприндики. Снова вы видите серию книг, при этом это какое-то, если я не ошибаюсь, вот они прямо так и в последовательности написания, 2003, 2006, 2009. Опять же, если не ошибаюсь, потом года книг не совсем. Кстати, слайды совершенно, ну, то есть я их еще не загрузил, но загружу. Я думаю, мы их сможем как-то через там общие каналы сделать доступными. В любом случае они там на слайдшере будут. Все, что вы видите вообще в принципе в этой презентации, все кликабельно. Если у вас возникнет какой-то интерес про какую-то тему узнать там более подробно, на все можно нажать и прямо попасть на нужное место. Ну, уже не говоря о том, что оно, в общем-то, видя название, там, гуглится в баклейку. Вот, по сути, они были первыми, кто занимался бережливым производством, применимо к софтсверной разработке. И снова вы, я думаю, отлично представляете, что там есть специфика, там, те же, например, опять же, очевидно, что бережливого производства там сильно больше, но одна из важных концепций, которая рассматривается, это там потери. Там, собственно, существуют их разные виды, типы. И, как вы можете себе представить, для производства физического потока характер потерь будет отличаться от тех потерь, которые мы можем заметить при, допустим, разработке софта или вообще какой-то другой коррективной работе. Но при этом, в целом, то есть, сам характер потерь, сами потери будут разными, но при этом подход, концепция, конечно же, все еще как бы применимо. И для разработки софта в том числе. Ну, там, я не знаю, например, какое-то, ну, там, давайте даже, наверное, пару примеров. Собственно, какие-то потери, связанные с передвижением, да, то есть, если вы, там, не знаю, собираете автомобиль, то и при этом, там, в одном цеху у вас, там, будут собираться двери, а потом эту дверь нужно перекрутить в корпус автомобиля, для того, чтобы это сделать, вам эту дверь придется перевести из одного цеха в другую. Ну, это вроде как какие-то дополнительные действия. Понятно, что если вы проводите, там, аналогичную помещение, да, там, какая-то дополнительная работа. То есть, соответственно, чем дальше они у вас будут друг к другу находиться, тем больше этих усилий вам нужно приложить. Предельно упрощаю, но думаю, что для, с точки зрения сравнения, будет понятно. Но при этом, похожего у вас, там, просто не будет, либо будет выражаться, там, в совсем другом в разработке софта. А некоторые вещи похожи, хоть и характер предельно отличаются. Опять же, такие, там, например, представим, что у вас есть склад, на котором хранится какая-то продукция, и в физическом мире тоже, безусловно, существует концепция о том, что эта продукция, там, со временем может устаревать. Ну, там, я не знаю, протухать, прогнивать, если речь идет, например, о каких-то продуктах питания, например. Теперь, собственно, возвращаясь к разработке софта, у вас объем работы может зависеть от времени жизни в очереди перед следующей стадией. Проиллюстрирую очень быстро. Представьте, я не знаю, у вас аналитик проанализировал какой-то функционал, после чего разработчики, допустим, приступили к реализации этого функционала, и это произошло на следующий день. Ну, и, соответственно, там, возможно, возникают какие-то вопросы, там, аналитик на них отвечает и так далее. Теперь представим историю 2. Точно так же аналитик проанализировал какой-то функционал, как бы зафиксировал результаты, а разработчики приступили к разработке через полгода от этого момента. Ну, и, соответственно, у них, возможно, тоже возникают какие-то вопросы, но для того, чтобы на них ответить, аналитику придется вообще, в принципе, все вспомнить, потому что за полгода он уже давным-давно забыл вообще, о чем речь. И, несмотря на то, что результаты зафиксированы, собственно, понятно, что вопросы возникают вокруг чего-то, что не зафиксированы, соответственно, объем работы зависит от времени ожидания. Тоже такой себе аналог протухания, собственно, если хотите. Мэри Том. Ну, а вот, как по мне, как бы, снова, большое количество подходов и концепции они адаптировали. Там то же самое в Элистрим Мэппинг, предельно активно, по сути, этому подходу концепции они, ну, как бы, ее продвигали, обучали. И я бы сказал, что через них она там стала популярной в софтверном мире и отобразилась в не то, что многих, некоторых других, скажем так, подходов. Прям вот там этими словами. И давайте. Ну, вот это просто к тому, что похоже, что они там с многим из этого были первыми. Собственно, следующее целое направление, ну, и человек, собственно, с этим направлением связан, это уже непосредственно. А, это еще даже не непосредственно. Вот. Хороший момент, о котором просто следует... То, о чем я начал говорить, это, собственно, канбан-методы Дэвид Андерсон. Но давайте немного, да, забегу и про Дэвида все же скажу, несмотря на то, что... А давайте, да, к Коре вернусь. Вот даже так сделаем. Вот тот самый Дэвид. Вот та самая синяя книжка, которая, по сути, закрепила, зафиксировала, что ли, какую-то первую версию канбан-метода. Но это 2010 год. Несмотря на то, что сам метод, собственно, Дэвид пробовал еще в каком-то третьем, четвертом, пятом, сначала в Microsoft, потом в Corbis, собственно, эти идеи и подходы, они не были зафиксированы ни в каком виде. Ну, и как бы узнать о них было невозможно. Вот, по сути, первая книга появилась только в 2010 году. Ну, а при этом, например, ну, то есть эти времена я уже, опять же, даже я неплохо помню, поскольку, ну, там, условно, я стал применять канбан в каком-то, наверное, в общем. Раньше, до этой книжки возникает вопрос вообще, как. Ну, и вот, в частности, книжка, которая там произвела на меня в свое время серьезный эффект и подтолкнула к началу использования, был как раз Коррелада с предыдущего слайда, он, собственно, был пораньше. И, как бы, название уже намекает о том, ну, о, собственно, тренде, который так или иначе, по большому счету, все эти годы был актуален. И сейчас только усиливается, а это, в частности, смеси использования, собственно, этих подходов там вместе со скрамом. Очень многие команды там так или иначе по одним или другим причинам часто начинают с использования скрама, иногда в какой-то момент переходит к использованию скрама. Снова-таки давайте оставим там за рамками, хорошо это или плохо, оправдано или не оправдано, но это действительность, которая нас окружает. Причиной... Конечно, все еще остается, наверное, ну, далеко, как, безусловно, не только со скрамом. Это общепонятно популярная идея о том, что, собственно, если все используют, то мне, наверное, тоже нужно. И которая часто только усиливает позицию самых популярных. Поэтому, снова-таки, окружение таково, что очень часто эти идеи и подходы используются совместно. И, ну, и вот мы, на самом деле, это видим еще там 15 лет назад. Ну, не 15, 12-13. Какой-то корель ладос, если не ошибаюсь, 2008-й либо 2009-й год, собственно, эта книжка. Но при этом уже, несмотря на название, смотрите, даже в подстрочнике название, речь о комбан-системах для бережливого производства программного обеспечения. И, собственно, тут, да, источник отличный. Но на самом деле, опять же, Корея – это Северная Америка, вот, по большому счету, там, кроме вот этого толчка, ну, собственно, вот этой книжки, он, ну, то есть он никогда не был, насколько я знаю, могу ошибаться, внешним консультантом, то есть он всегда работал внутри компании, как бы написал книжку, ну, там, выступал на всевозможных конференциях, но как-то активно такими-то продвижениями не занимался. Поэтому в целом достаточно неизвестная фигура личности, я бы сказал. И, собственно, вот уже Дэвид с, собственно, ну, вот эта первая синяя книжка и набор подходов и методов, о которых идет речь, вот этот Body of Knowledge, получил название Kanban Method, при этом название, ну, как бы, с одной стороны, случайно, там мог быть целый набор других названий у этого подхода. Совпадение со словом Kanban, безусловно, есть, но при этом в целом, вот если в сути задуматься о сути происходящего, это подход к эволюционным изменениям, организационным эволюционным изменениям с небольшими рисками, которые построены на изучении и постоянном улучшении систем управления работой внутри организации. Вот, достаточно длинно получилось, но зато предельно по сути. И, как вы понимаете, Kanban-система – это, как бы, достаточно важная часть этого процесса, но это уже была, в принципе, плюс-минус понятная часть истории, собранная вместе и смешанная с эволюционными изменениями. Вот это, наверное, совсем Дэвидовская часть. Плюс вторая вещь, кроме, собственно, вот этого эволюционной части организационных изменений, которая снова-таки… Вот сейчас я задумался о том, стоит ли делать клейм, что прямо до этого явно не звучало, но, как по мне, как минимум широкое распространение и популярность получила благодаря Дэвиду. Вторая часть, которая вот на базовом уровне того, что называется Kanban-метод, потому что, опять же, про развитие, поговорим еще чуть-чуть дальше. Вторая важная часть связана, наверное, с прогнозированием и, собственно, вероятностным эмпирическим подходом, вероятностным к прогнозированию, который активно сюда вшит в эту систему. Что в целом вот в этой области управления работой и вообще организационными изменениями меня лично все еще достаточно привлекает, мне нравится, почему я, собственно, в этом участвую уже какое-то время. Собственно, эти методы, подходы продолжают активно развиваться. И это приятный интерес, благодаря суперактивному сообществу, которое, собственно, эти идеи пробует, экспериментирует с ними в организациях, делится опытом. На основании этого рождаются какие-то новые идеи. Это, собственно, интересно. Они явно видно, что подходы не стоят на месте. Не просто так вам показывают какие-то книги с годами, и, собственно, дальше будет больше. Опять же, не будем тыкать пальцами в какие-то другие подходы, в которых пересматриваются формулировки, а по сути ничего не меняется. И снова, это не то, что хорошо или плохо, это просто, скорее, констатация. Здесь явное движение. Это очень интересно. И вот с одной стороны, с другой стороны, тоже достаточно интересный эффект. Опять же, давайте воздержусь от личной оценки и суждений. Вот, собственно, из этого сообщества, несмотря на то, что они к нему принадлежали изначально, поскольку стали заниматься, какими-то, собственно, стартовало многие интересные темы из, условно назовем это, канбана, это же сообщество. Ну, и потом люди их, продолжая развивать, постепенно отходили. То есть, такая себе аналогия форков в разработке. И, вот, собственно, первого человека, о котором хотелось бы вспомнить, который там стоял у истока, это был, ну, и есть, Майк Баррюс. Вот, и, собственно, книга, ну, и вот про его работу, и вот это самое отклонение, я сейчас немного расскажу. Собственно, первая книжка, вот она еще прям совсем про канбан-метод, и когда она появилась, она еще вот там, хотя, как вы видите, там слово метод на фигуре, она еще вот там совсем, совсем вот прям в ядре происходящего, канбана изнутри, вот она, собственно, самая левая, это какое-то, если я не ошибаюсь, осень 2014 года. Я просто почему помню, поскольку я отлично помню, собственно, этот момент и, условно, там классы, которые читаешь, и там до этого, условно, вообще, в целом, я бы сказал, что в этой семье подходов была достаточно интересная тенденция. На протяжении большой части жизни был некий информационный дефицит с, собственно, с описанием подходов, с информацией, да, ну, то есть, вот, как на предыдущем вы увидели, там, канбан-метод, это какой-то там пятый, шестой уже там точно, можем считать, он был сформирован, то есть ему уже там 15 лет, да, но при этом, первая книжка – это 2011 год, то есть там явный разрыв. И, собственно, вот там, условно, вторая книжка, которая появилась, это был 2014, соответственно, я отлично помню, как я на классах рассказывал, условно, а, ура, вот, собственно, появился новый «Свежачок», если там первая, Дэвидовская, это про кейс, ну, то есть история использования в организации, понятно, это интересно, легко, быстро читается, то вот, собственно, книга Майка, «Канбан изнутри», она о переплетении, пересечении практик, ценностей и принципов, и она, как мне кажется, опять же, с моей субъективной точки зрения, поближе по стилю написания к научной статье, соответственно, читается явно потяжелее, зато значительно более обстоятельно. Ну, и вот, был прекрасный момент, там, появление второго ресурса, опять же, мы еще про другие поговорим, в целом, конечно, там, в последние годы этот дефицит развеялся просто насовсем, сейчас уже, в принципе, доступна абсолютно любая литература, уже более там, даже не только литература, информация в абсолютно любом виде, то есть там не только книжки, видео, подкасты, в общем, что угодно, только для тех, кто как бы заинтересован, хочет разбираться, узнавать больше, читать, в принципе, это сделать намного проще, чем там 15 лет назад. И вот, собственно, в этой книге впервые были сформированы и добавлены к канбану ценности, ну, под добавленные, как бы их рассмотрели, рассмотрели там, как и что с ними делать. Ну, и вот, по сути, это было начало движения Майка, и, ну, вот, собственно, то название, это вывеска, под которой, к которой он двигался и которая актуальна на сейчас, это Agenda Shift. На этом пути, ну, и которая уже, как по мне, достаточно неплохо отошла от канбана, то есть там слово канбан, он, пожалуй, не использует. Вот на этом пути, по сути, появилось еще две книги. Собственно, одна... вторая непосредственно Agenda Shift. Из интересного, вот, по сути, чем он занимается инструментария, опять же, исторически одна вещь, которую там в течение лет он развивал, это была некий опросник, состояние, оценка вашего процесса поставки ценностей внутри организации. И вообще, как с любыми опросниками, в целом это достаточно интересная история, поскольку, ну, то есть задача понятна, да, там вы в каком-то виде, неважно, приходите в организацию, хотели бы понять, как вообще происходят дела с, ну, там, в частности, поставкой ценностей, с процессами внутри. И, ну, таких опросников, как вы наверняка представляете, в принципе, может существовать, и существует, очевидно, большое количество. При этом, как с любыми опросниками, возникает субъективный, да, большой вообще вопрос, как мы будем понимать результаты. То есть, как нам выудить результаты и как нам понять, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что, условно, если у вас там, я не знаю, есть какая-то субъективная шкала, понятно, некоторые могут быть и более объективные вещи оцениваться, но некоторые, так или иначе, все равно будут субъективно оцениваться. Если у вас есть субъективная шкала от 1 до 5, то что такое хорошо, что такое плохо. 3 – это как бы много или мало. Изначально могло бы показаться, что все, что больше, чем 2,5 – это хорошо, а все, что меньше – плохо, но на самом деле, конечно, не так, потому что есть множественные исследования, которые показывают, что людям свойственно на позитивные вопросы отвечать выше, чем 2,5, на негативные – ниже, чем 2,5, просто чтобы казаться лучше. Поэтому, что значит цифра, непонятно. И чтобы стало понятно, что значит цифра, достаточно неплохой способ – это сравнить с другими организациями, которые существуют. Ну и, собственно, если у вас база сравнения достаточно широкая, то уже можно делать некоторые выводы из этого сравнения в том числе. И, ну, там, подобным примером можно вспомнить, боже мой, как же выскочило у меня название, comparative agility, тоже достаточно старый инструмент, вот он там непосредственно по этому, набор agile практик такой, чуть поуже, как по мне, но за счет сравнения с индустрией неплохо интересно. И вот у Майка эта самая анкета-опрос о состоянии доставки, опять же, изначально она вообще была там простейшая вокруг канбана, она развивалась, развивалась годами, ну, вот там, по сути, с какого-то, наверное, 15-16 до сейчас. И развилась такой полноценный опросник, опять же, напрямую с канбаном не связан. Все еще, конечно же, особенно для тех, кто, ну, как бы в теме понимает терминологию, становится видно, что истоки оттуда, да, многие вопросы, как бы, становятся понятнее, если у вас есть вот этот, то есть, бэкграунд, и вы понимаете, о чем речь. Но, в целом, я бы сказал, что какого-то требования, да, знаний и пониманий нет, и анкета достаточно широкая. Она, кстати, переведена на много языков. Вот это одна из вещей. Ну, а в целом, чем Майк занимается, это организационные изменения, и особенно другая важная часть, это привязка к стратегии. Собственно, к этому мы еще будем возвращаться, но в целом, один из, скажем так, не хочу говорить слабых мест, просто, скажем так, не адресованных мест очень часто, в, ну, вот, этой организации работы, он о том, что появляется некий разрыв, водозадел между стратегией и операционкой. И, ну, вот, по сути, Майк занимался этим, ну, и есть другой подход, к которому чуть дальше вернусь, который вот тоже прям совсем про это. Про Майка вспомнил, ну, и вот из того, что хотелось бы показать, и там, чем интересно, вот о чем я говорил, что, ну, там, активное развитие, вот, по большому счету, работа Майка, как вы видите, набор подходов, инструментов, которые так или иначе повлияли на то, что он делает, ну, либо там прям в каком-то виде используется. Ну, то есть, смотрите, достаточно большущий список, какие-то вещи, там, логичные представить, какие-то вещи напрямую как бы не видно как, ну, и понятно, что если разобраться, то там становится понятно. Ну, вот, вот эта область условно-аджальна, ну, а есть там какие-то, там, TrueNorth, это вообще про стратегию, есть подходы, а, кстати, тоже кто, ну, возможно, слышал, знает про статик или там System Thinking Approach to Introducing Kanban, один из инструментов, который прямо вот внутри сердца Kanban метода, вот такой себе пошаговый способ построения дизайна, дизайна, дизайна системы. И, ну, вот он благодаря Майку в том числе появился, опять же, таки у Майка, раньше в прошлом была такая штука, как Reverse Static, проход в обратном порядке этих шагов, и вот этот метод используется уже для выяснения целей, для которых используется команда или набор команд, ну, то есть в целом для работы со стратегией, насколько мы соответствуем, собственно, ожиданиям и целям, которые перед нами поставлены, вообще, насколько все еще актуальны эти цели. Так, ну, вот это, собственно, карта мира вокруг того, чем занимается Майк, а мы пойдем дальше. И, собственно, следующая реинкарнация ступени развития вокруг Kanban метода, это так называемая модель зрелости Kanban. И это еще один из примеров, когда название достаточно обманчиво, поскольку название, как вы видите, да, модель зрелости Kanban, по-хорошему, конечно же, стоило бы назвать организационную модель зрелости, там, я не знаю, от Kanban сообщества, например. И как часто бывает с подходами, так получилось, что в момент, когда это поняли, уже было слишком поздно, как бы переименовывать как-то стремновато и решили оставить, как есть. Точно так же, как, я не знаю, с принтами в скраме, так и тут, в общем, уже решили оставить, как есть. На картиночке вы видите Теодору, Теодора Божьего, которая вместе с Дэвидом, собственно, занималась очень активно и прорабатывала этот подход. Вот, опять же таки, вот непосредственно в модели зрелости очень активно использовалось сообщество и наработки сообщества. По большому счету, что такое модель зрелости? Это некая выжимка опыта использования Kanban в множестве организаций, там, лет за 10. И, соответственно, некая структуризация этого опыта для помощи подобным в будущем. Те, кто из вас видел, пользовался, знают о CMMI, модели организационной зрелости, может, вероятно, заметить некие параллели. И они, как бы, если вам показалось, что они есть, то вам не показалось. Они тут действительно есть. Модель CMMI активно повлияла на, собственно, модель зрелости Kanban. Но, опять же, тут далеко ходить не надо. Теодора занималась, ой, простите. Теодора занималась, по-моему, лет 10 CMMI в том числе. Но, собственно, это в том числе, благодаря этому, собственно, модель была составлена. Опять же, про модель уже вышло две версии книги. При этом часто бывает, знаете, вторая версия – это улучшенная, исправленная первая, с минимальными модификациями. В этом случае было не так. Вторая версия, она чуть ли не в два раза толще, первая версия. И чем я бы рекомендовал эту книгу, чем она интересна, по сути, это, наверное, центральное место, где сведены максимально, я бы сказал, сведены практики, которые применяются, используются в Kanban. Соответственно, просто можно это использовать как некий справочник, что ли, в которых можно посмотреть много-много разных вещей. Не все из них, конечно, детально описаны, нет никакой возможности. То есть, описание практики часто полстранички, иногда пару страничек. Но в любом случае, если вам какая-то практика интересна, то как минимум можно понять, о чем это из этой книжки. И, собственно, дальше, если хочется узнать больше, то понятно уже, куда и как копать. Опять же, чем предельно интересна модель? Она структурирует использование Kanban. И, условно, если еще там N слайдов назад, возможно, вы увидели там набор общих практик, принципов и практик. Вот, собственно, эти общие практики, по сути, следующая картинка, она об этом, да, вот эти наши общие практики, визуализировать, ограничивать работу в системе, управлять потоком, сделать правила явными и так далее. А вот, ну, это общие практики. А идея, одна из идей модели о том, что частная реализация этих практик будет зависеть от уровня организационной зрелости. Другими словами, то, как вы эту практику реализуете, зависит от вашей зрелости. Например, практика, которая очень продвинутая, вряд ли устоится и сможет быть использована в относительно незрелой организации. Ну и наоборот, какая-то базовая практика не принесет никакой ценности в зрелой организации. Соответственно, ну, как бы идея предельно проста. Нужно выбирать реализацию практики, которая соответствует уровню зрелости организации для того, чтобы это имело смысл для получения максимальной выгоды. Эта модель значительно меньше о росте организационной зрелости, хотя, конечно, тоже об этом. Но вот такое первое, straight forward, очевидное применение, оно про целесообразность и использование нужного и подходящего. И вот это достаточно серьезное толчок и развитие сообщества. Опять же, как я сказал, сообщество активно в этом поучаствовало. Даже мне посчастливилось. Выжимка этого опыта. Вот этот подход, эта модель продолжает активно развиваться. Вот, наверное, вокруг этого и ее электронной реализации и версии сейчас максимальное количество усилий прилагает Дэвид и его компания. То есть вот острие развития с точки зрения Дэвида, вот оно похоже тут. И опять, видно, как она развивается, видно, как вот эта вот штука, версии появляются, 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 появляются. На моей памяти их много. Некоторых из них, собственно, удалось поучаствовать в каком-то виде, повлиять на развитие. И, собственно, еще одна штука, которая тоже вообще, говоря, в принципе, совсем не новая. Опять же, Клаус, это, собственно, на картинке Клаус Леополь, он тоже вышел из этого сообщества. Он использовал то, что, по сути, там, сейчас стало называться моделью Flight Levels или уровня полета с, там, условно, какого-то 2011-2012 года. Хотя модель как таковая сформирована была попозже. Две книжки. Первая вообще в целом называется Practical Canber, но тут вот еще снова такие, как и с Майком Барроузом, видны параллели, когда это вам еще, как бы, поближе. Ну и вот Practical Canber, она совсем про Канбан. При этом, вот, условно, если вам там, не знаю, хочется прочитать, разобраться с Канбаном, и у вас надо выбрать одну книжку, то вот эта книжка, я бы советовал именно практический Канбан от Клауса. Она, во-первых, действительно практическая, во-вторых, достаточно объемная. Потому что иначе это, там, набор из книжек. Вот. А, собственно, следующее, это, ну вот, переосмысливая agile. Вот это уже непосредственно про уровни полета, про flight levels. Ну и вот этой книжки по руле. Чем интересен предельно, опять же, как мне кажется, этот подход, и в чем, ну вот он тоже очень активно развивается, и в чем будущее. Он, несмотря на, одна из явных ключевых моментов, который мне очень сильно импонирует Канбан, с одной стороны, он сложный, да, когда-то на классе мне сказали, ух, скрам тяжело, как бы легко понять, тяжело реализовать, а Канбан даже понять тяжело. Но при этом достаточно гибкий, то есть, несмотря на свою сложность, в принципе, можно помочь его использованием в широком очень наборе ситуаций. А вот, собственно, уровни полетов, flight levels клаусовские, они, уровень абстракции еще выше. И они еще более гибкие. Но при этом я бы не сказал, что они как-то особо сложные. То есть, в целом, вот, ему удалось, как мне кажется, очень интересно, с одной стороны, немного упростить, а с другой стороны, еще поднять уровень абстракции. Ну, вот, если там совсем в двух словах, в целом, опять же, про это там есть книжки, серия классов, но идея у него достаточно несложная, да. У нас есть уровни, так называемые, полета, или три уровня. При этом это не те уровни, о которых можно было подумать, посмотрев там на соседние подходы. Условно, один из них, хоть так и кажется, да, один из них, самый уровень один – это операционный, это условно там наш уровень команд, и любой подход, концепция, которая не используется, собственно, на этом уровне. Как команда работает, дело команды. Второй уровень, как бы координат, координационный, end-to-end, уже тут мы смотрим на доставку ценностей непосредственно клиентам. Как я не знаю, программы, портфели будут тут. Связь между разными end-to-end системами – это все еще второй уровень. То есть тут у вас может быть много уровней вложения, но при этом все еще речь о доставке ценностей клиента. А, собственно, третий уровень – это организационное оперативное. И вот это условное разделение на уровни и потом применение пяти простых… Ну, собственно, это разделение на уровни позволяет преодолеть тот самый разрыв, о котором я говорил чуть раньше, который часто, к сожалению, присутствует в организациях, между стратегией и операционкой. То есть, условно, у нас там, я не знаю, есть какое-то годовое планирование. Мы спланировали наши планы на год, после чего успешно продолжаем работу работать, как и раньше, и вспоминаем о том, что у нас были какие-то планы, это, я не знаю, в сентябре. И вот этот разрыв так или иначе часто в организациях присутствует. И вот, собственно, эти подходы позволяют этот разрыв подуменьшить. Как вы видите, уровни, собственно, в неком виде пересекаются. Ну, и вот то, что рассматривается на разных уровнях. Ну, и подобное разделение позволяет более связанно нашу стратегию реализовывать. И подход он в том, что у нас есть пять простых относительно активностей. Визуализировать, создать фокус, который необходим для изменений, установить взаимодействие, измерять, как мы изменяемся, ну и, собственно, изменяться. Применяя эти активности отдельно на разных уровнях, вы постепенно улучшаете, революционируете свою систему. Снова-таки, очень, мне кажется, интересный многообещающий подход. Опять же, мне там уже удалось в каких-то видах попробовать. Выглядит очень многообещающе, в том числе благодаря универсализму и гибкости, с другой стороны, относительной несложности. Конечно, то, что я вам рассказал за две минуты, это... Ну, то есть, там, не просто так существуют книжки, там, N-классов на эту тему. То есть, там, безусловно, есть куда подразобраться и там больше деталей, но выглядит очень интересно. Ну, и, собственно, в завершение, наверное, просто еще раз бы хотелось сказать о том, что подходы развиваются. Это интересно, немного волнительно. В этом напрямую можно поучаствовать. Сообщество предельно открыто. Опыт используется интересен. Я думаю, что в ближайшие годы появится еще много интересных новых направлений. Вполне вы в этом, в том числе, могли бы поучаствовать. На этом, наверное, в целом все. И мы можем переходить к вопросам. Тарас, если ты с этим поможешь, будет прекрасно. Да, конечно. Спасибо тебе за доклад. Очень интересно. Я вот хотел бы как раз спросить про то, каким ты видишь развитие Kanban-метода в ближайшие пару лет, с учетом того, что есть KMM, есть вот ряд уже людей из сообщества, которые отходят оттуда в свои какие-то модели, и Agenda Shift, и Flight Lab. Ну, я имею в виду, это не сейчас происходит, что они отходят, но тем не менее. Соответственно, как ты видишь развитие, давайте разберем на две части. Вот Kanban-метода, как таково, вот как сущность Kanban-метод, и сообщество в частности. То есть не закончим ли мы просто каким-то огромным набором практик, и будем там ходить и 20 лет пытаться понять, в чем же там, как это целостно обозреть все. Да, супер, спасибо. Во-первых, Kanban-метод я бы немного отделил от KMM, потому что KMM это уже не про Kanban-метод, это скорее про организационную зрелость и организационные изменения. Опять же таки, просто благодаря Kanban, Kanban был первым замаплен, приведен к уровням в этой модели, но подобную связку можно себе придумать далеко не только с Kanban, опять же таки, мы в сообществе пробовали другие вещи туда мапить, ну и как бы можно продолжить этот процесс, это достаточно интересно. Соответственно, как минимум, я бы разделил эти два вопроса. Kanban-метод как таковой особо не развивается, я не вижу, куда он еще будет. То есть там, возможно, возникают примеры, как сделать то, как все, какие-то минимальные улучшения, возможные улучшения в том, как этому учить, сам подход, концептуальный, ну то есть я не вижу там особых изменений. Теперь KMM как таковой развивается совершенно однозначно, в том числе благодаря тому, что растут как бы опыт и данные, да, то есть он с одной стороны построен на опыте использования, с другой стороны, ну там, несмотря на 10 лет, он ограничен, да, чем больше людей из сообщества в этот процесс включаются, тем больше, собственно, они могут поделиться своим опытом, таким образом на развитие повлиять. KMM будет продолжать развиваться, это видно, да, то есть он еще там есть, видно, куда расти. Теперь по поводу входа-выхода из сообщества, тоже я не вижу никаких причин для какой-то консолидации. Понятно, идеи новые возникают, эти идеи будут так или иначе пробовать, какие-то из них покажут себя хорошо, соответственно, станут более популярны, какие-то из них возможно нет, ну и, соответственно, там тихо отойдут, потому что, ну и таких там тоже много примеров. Поэтому, ну и опять же, и там Майк Барроус и Клаус, это же не вчера произошло, да, сейчас у них уже там свой звездолет, который, в общем-то, с Канбаном никак не связан, но на это же ушло, там, я не знаю, 8-10 лет, у кого там, у Майка, наверное, чуть меньше, у Клауса чуть больше, и они могут быть и как бы рядом, близко находятся, там вполне можно многие вещи вместе использовать, но, и вот подобное движение скорее будет количество подобных форков, как мне кажется, только увеличиваться, ну, то есть, как это, я не вижу вообще никаких причин к какому-то упрощению, все будет только усложняться, количество подходов будет только расти, с одной стороны, для нас, как для практиков и методологов, это только картинку усложняет, ну, и для всех, кто этим пользуется, безусловно, картинку усложняет, но, и, конечно, хотелось бы один простой инструмент там из разряда 2 на 2, который решит все наши проблемы, но, к сожалению, не видно, его не видно. Матрицы 2 на 2 это наше все, я тогда, возможно, чуть уточню вопрос, действительно интересно, вот с учетом всех вот этих вот движений, которые ты даже перечислил сегодня, ожидаешь ли ты в каком-то обозримом будущем некую вот, как сказать, так, чтобы более-менее точно, что-то из разряда какой-то линейки, знаешь, там, ну, вот, допустим, вот у Kanban Institute она уже есть в каком-то виде, да, вот там, ТКП, потом КМП и так далее и тому подобное, вот будет ли какая-то линейка, которая вот агрегирует вообще все-все вот это вот комьюнити, что вот, а вот если вы уже работаете на C-левеле, вот вы можете изучить там flight levels, например. Тут мне как-то больше импонирует, наверное, метафора не линейки, а какой-то, не знаю, там, карты, какой-то там mind map, whatever, и его, в принципе, можно создать, то есть, ну, вот, условно, ну, там, я бы подобное мог свести, но, и, очевидно, там, я далеко не все знаю, но, то есть, есть более знающие люди, то есть, в принципе, конечно же, подобное свести вместе можно было, ну, и вот, действительно, в зависимости, опять же, вот ты там вспомнил flight levels, а, с одной стороны, подход достаточно гибкий, с другой стороны, при этом он, ну, то есть, его реализация и те выгоды, которые он может дать, от организации к организации могут очень сильно отличаться, потому что запрос может отличаться, ну, то есть, там, например, у вас сложность с поставкой ценности и выстраиванием этого, окей, flight levels может помочь? Может помочь, а у вас сложность, там, я не знаю, со стратегией и реализацией стратегии. Flight levels может помочь? Может помочь. Первый и второй случаи будут очень разные, но при этом это все еще flight levels, поэтому с точки зрения, вот, условно, у меня там, я не знаю, есть такое, что мне может помочь, вот это, да, подобная категоризация, наверное, была бы интересна. Ну, и снова, тут мы приходим вот к тому слайду, в том числе, который я там чуть-чуть, давайте открутону, который я показывал от Майка, о том, что на него повлияло, вот он, простите, сейчас докладся, что на него повлияло, вот такая уже немаленькая кайка, ну, а там, условно, если мы еще чуть-чуть туда дорисуем, будет она еще там пять раз больше. Отлично. Ну, да, это бы, наверное, имело смысл. Да, интересно. Хорошо, тогда, наверное, последний вопрос касательно flight levels. Я уверен, что целый ряд людей, и включая меня тоже, когда посмотрел на слайд, который ты предоставил, возникает вопрос, в чем здесь вообще, как это, как говорили у меня в институте, а где научная новизна, да, скажем так. Вот можешь уделить еще пару минут и рассказать немножечко глубже, возможно, в каком-то примере, как flight levels применяется, помимо того, что, я уверен, сейчас с нами присутствует ряд людей там, директорского уровня, которые скажут, ну, зашибись, я как бы про то, что есть стратегия, тактика и операции знал и до вашего прихода, ребята. Безусловно. И, на самом деле, у меня этот вопрос тоже частично, опять же, ну, то есть, я про flight levels знал, слышал, чуть ли не с момента старта, и на протяжении жизни, ну, и развития этого подхода, я так на них посматривал одним глазом, хоп, одна книжка вышла, прочитали, хлоп, вторая вышла, прочитали, ну, вот, именно примерно с той же критикой, типа, окей, чуваки, что тут вообще нового, на что смотреть, ну, и вот как-то себя дозаставил я, значит, более детально посмотреть только, ну, там, в прошлом, в этом году, ну, и там, подизучить, действительно, некоторые вещи, это, по большому счету, там, применение существующего в подобном контексте, да, то есть, опять же, такие вот, тут, и тут, в том числе, важно понимать, откуда, как бы, пришли эти люди, и какие задачи они решали, вот, в канбан мире, это может звучать достаточно смешно, ну, или не смешно, но, вот, задача о связи, стратегии с операциями, она очень актуальна, ну, и на самом деле, не только в канбан мире, то есть, проблема актуальна, там, очевидно, из-за пределами канбана, скажем так, в канбан сообществе не было какого-то явного ответа на это, вот этот там ответ появляется, теперь, в чем новизна, новизна часто уже в деталях реализации, например, опять же, тут я много не, возможности рассказать, нет, но чуть-чуть проиллюстрировать могу, вещь, которая мне была такая, опа, я об этом раньше не задумывался, так называемая концепция Flight Routes, или, собственно, как это, пути полета, когда мы отслеживаем непосредственно, как рабочий элемент передвигается между разными системами, ну, и там есть своя специфика, ну, вот, условно, вот эти стрелочки, которые вы видите, их там непосредственно выявление, изучение, позволяет с одной стороны там лучше понять, что происходит, с другой стороны некоторые моменты как бы упростить, отстроить, оптимизировать и так далее. И, ну, вот этого я прям, скажем, вообще не видел где-то еще там в явном виде. Ну, и таких примеров есть еще просто один. Интересно. И да, вот опять же, я не знаю, об этом ты говорил или нет, это раз, ну, или там об этом, или ты посмеивался тихонько в бороду до этого. Очень часто, ну, как не в проектном мире, а скорее вот в этой аджальной, значит, тусовочке, понятно, достаточно распространена идея о scale agile, ну, там, с прекрасной картой, которая там бывает, уровня сложности, на которую у вас хватит. И там, ну, вот прям многие смотрят и говорят, собственно, вот эта штука от той штуки чем-то отличается, и да, она отличается. То есть, снова, вот это, как по мне, значительно более гибкая, и одна из, ну, как бы интересных историй, она в том, что часто flight levels используются для улучшения, там, этих, сейфовских систем, улучшения, других систем, где уже что-то применяется, просто благодаря, собственно, своей гибкости, универсальности и простоте в том числе. Здорово. На самом деле, я лично, я, когда увидел эту картинку, я реферился вообще не на сейф, я реферился на книжку Стивена Банги о The Art of Action, вот, она как раз о вот этих всех штуках, как лидеры преодолевают разрыв между тактикой, стратегией и исполнением. Одна из моих любимейших книг. Спасибо, Кирилл, большое, это было очень интересно, спасибо тебе за выделенное время. Надеюсь, спасибо всем за внимание. Спасибо, пока.